Молодой учитель уйгурских народных песен арестован в Шанхае. Китайский режим продолжает политику репрессий, ассимиляции и геноцида уйгуров в Восточном Туркестане. Турки-уйгуры, которые живут, учатся и преподают во внутренних районах Китая, также испытывают свою долю этого давления. Уйгурский тюркский лингвист и писатель Абдувили Аюб объявил в своем аккаунте в социальной сети, что его ученик Куршат Сираджидин, преподававший в Шанхае, был задержан и заключен в тюрьму китайской полиции в июле 2021 года. Отмечается, что информация об уйгурских турках, которые были задержаны и заключены в тюрьму из-за репрессий, оказываемых китайским руководством, зачастую проходит с большим опозданием. Китай стал крупнейшим полицейским государством в мире, установив 400 миллионов камер. Согласно статье, опубликованной CBSN в Соединенных Штатах 4 декабря, Китай вступил в эпоху тотального наблюдения и контроля за гражданами и стал крупнейшей страной наблюдения в мире после того, как установил 400 миллионов камер по всей стране. В статье утверждается, что населенный уйгурами Восточный Туркестан был первой базой для Китая для создания и тестирования системы наблюдения, а затем китайское правительство распространило эту систему на материковый Китай и даже на страны Азии и Африки. Ограничения в Китае ударили по Apple. Акции американского технологического гиганта Apple упали более чем на 4%, в то время как рыночная капитализация компании также упала ниже 2 триллионов долларов. В качестве оправдания падения акций было названо то, что ограничения за COVID-19 в Китае вызвали обеспокоенность по поводу поставок iPhone. ЕС согласился. Нет требований к тестированию для тех, кто приезжает из Китая, есть сильный стимул. Страны Европейского Союза и страны Шенгенского соглашения, не входящие в ЕС, достигли соглашения о применении скоординированных мер в связи с ростом числа случаев заболевания COVID-19 в Китае. Члены ЕС не требовали прямого тестирования на COVID-19, но было объявлено, что будет настоятельно рекомендовано запрашивать тестирование у пассажиров, прибывающих из Китая. Так, в Испании решением Министерства здравоохранения пассажирам, прибывающим прямым рейсом из Китая, придется предъявлять сертификат на отсутствие коронавируса. Китай призвал Филиппины совместно добывать природный газ и нефть в море. Президент Китая Си Цзиньпинь встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, который находится с визитом в Пекине. Си Цзиньпинь призвал к проведению открытых переговоров о совместной разведке нефти и природного газа в бесконфликтных морских районах двух стран. Спор двух стран о суверенитете над островами и рифами в Южно-Китайском море долгое время препятствовал развитию двусторонних отношений. Майк Помпео призвал мир быть осторожным с Китаем. Бывший госсекретарь США Майк Помпео предупредил о намерении Китая распространить эпидемию по всему миру с помощью своей новой политики по ковид и призвал лидеров США и других крупных стран не допускать въезда туристов из Китая. Субтитры создавал DimaTorzok